Больше года назад я выпустил обзор на оригинальную Фэнтези Стар Онлайн 2. На самом деле, я сделал это довольно рано, за что до сих пор себя корю. Я пошел посмотреть игру сразу, как только ее анонсировали. Во-первых, на Западе, а я напомню, что Фэнтези Стар Онлайн 2 была японским эксклюзивом. И после того, как и заанонсили ее полноценный ремейк, Фэнтези Стар Онлайн 2 Нью Дженезис. Все это сугубо благодаря корпорации Майкрософт. Да, обзор набрал в перспективе просмотров, ибо игра заинтересовала нового пользователя. Да вот только барьер входа в нее был чересчур высокий. Это некоторая отдушность игры, нихрена не юзер френдли интерфейс, но сама концепция об игры была великолепная. И понятное дело, что ремейк должен был сделать игру более понятной, технологически красивой для новых игроков, да и вообще расширить вселенную. Справляется ли она с этим? Я пошел смотреть на ЗБТ, которая длилась всего несколько дней, но по большей части меня интересовала техническая составляющая и структура опенворлда. Это не совсем обычный не обзор, это именно посткомментирование потому что, во-первых, тот день я стримил без вебки, но и был довольно уставший и унылый. Так что обойдемся сегодня посткомментированием и поболтаем про все аспекты игры, которые я успел посмотреть. Меня зовут Даниил, и вы на канале Катей, на котором я разбираю онлайн игры не только. Я расскажу вам о своих впечатлениях с ЗБТ Фэнтези Стар Онлайн 2 Нью Дженезис, сразу после короткой рекламы. Ну а спонсор — это, конечно, WoW Cirrus — лучший бесплатный игровой сервер World of Warcraft в ру-сегменте. На Cirrus вы сможете найти игровой мир на любой вкус. Вот, например, Scorch — стабильный, эталонный игровой мир. Он наиболее продвинут в плане PvP и PvE прогрессии, сочетает в себе все особенности и нововведения, которые когда-либо были добавлены разработчиками. И, конечно, Algalon — самый новый игровой мир с крайне успешным запуском. Он отлично подойдет людям, предпочитающим золотой баланс в версии 3.3.5a, так как Algalon максимально приближен к оригинальному Лич Кингу. На нем прогресс начался совсем недавно, и сейчас легендарный Ульдуар распахнул свои двери для Искателей Приключений. Вы можете исследовать легендарный комплекс титанов, сразиться на боевых машинах с Левиафаном, одолеть нескольких легендарных Хранителей и в конце вступить в схватку с древним богом Йоксароном. За победу в рейде вы сможете получить не только крутейшие ульдуарские сетэкипировки, но еще и легендарного маунта «Голову Мемирона». А для тех, кто первым пройдет ульдуар в хардмоде, администрация Сируса выделила 600 тысяч призовых, которые разделяются среди всех участников. Помимо контента Лич Кинга на Сирусе, тебя ждут подземелья и рейды дополнения Burning Crusade, героические режимы рейдов с кастомными боссами, а также куча пвп-контента от арен 1 на 1 и кастомных полей боя до заказов на убийство других игроков за золото. Регистрируйся по моей ссылке и получишь 7 дней бесплатного премиума и особую сумку с подарками, которая поможет стартануть максимально быстро и комфортно. Ну и так же ты сильно поможешь каналу. А ссылка, как известно, в описании. В общем, это не совсем было полноценным ЗБТ. Лично я бы это назвал скорее технодемкой, технопревью. В основном потому, что контент был очень ограничен. По сути всего 3 локации и 1 город, еще и оружий было невероятно мало, но это все понятно. Кстати, стримил я все это дело на Твиче, так что обязательно фоловьтесь, я там играю в ВОВ, ТСО, Финалку и во всякие новинки интересные. Ссылки в описании, жду вас. Начнем, пожалуй, с редактора. У нас есть те же 4 классические расы для Фэнтези Стар. Это люди, космоэльфы, киборги и еще люди с рогом. Сделать расы более оригинальными с точки зрения внешнего вида они не стали. Выбираем расу, попадаем в редактор и откровенным образом наслаждаемся, потому что это самый охрененно проработанный редактор с точки зрения кастомизации чара. Кто-то скажет, что самый проработанный это в Блэк Дезерте. Побрейтесь. В БДО вы сможете взять голову гиганта и прикрутить, допустим, к Вальке. Или вашего эльфа нарядить в платье. То-то же. А тут вообще полное смешение. Любой расе можно прилепить механизированные части тел, костюмы не имеют привязки к полу, несмотря на то, что они меняют тело. То есть прикол в том, что у тебя может быть мужское лицо, но женские формы тела в платье или наоборот. Плюс огромное количество аксессуаров, абсолютно каждый элемент кастомизируется по размерам, по цвету, аксессуары по положению на теле. Можно сдвинуть кепку на бок, поправить очки. Каких тут можно персов лепить, это конечно сильно. Куча элементов, ползунков. Сделай вайфу своей мечты, в общем. После создания персонажа выбираем класс. Классы не все. В оригинальном фэнтези стар онлайн 2 их 9, тут всего 6. Плюс в оригинальном есть некоторые пробуды, герой фантом Этолит. И пушек гораздо больше в оригинале. Конечно все это будет и здесь, но вот пока что нет. И у нас 6 классов по одной пухе на каждого. Создал я для начала рейнджера и отправился изучать игру. Пробежался по настроечкам, баренька, и давай туториал проходить. Стандартная беготня от неписи к неписи в течении минуты буквально, чисто ради пары диалогов. И сразу же нас отправляют из города на поле, чтобы убить 10 вражин в центре Аэлео. Поскольку мир сделали бесшовным, но локации при этом имеют определенные очертания, то между ними ловишь микропрогрузки. Как бы игра продолжается, но вот как бы она подзагружается на ходу, немножко подлагивая. Но если у вас SSD, этот паралаг минимальный. Локации при этом достаточно большие, и можно оценить графику заодно. И графон... эх, такой себе. Серьезно, в роликах мне казалось, что он немножко получше. Он, конечно, не оригинальный фэнтези стар онлайн 2, но вот как-то окружение выглядит год этак на 2012. Ну да бог с ней и с графикой. Оптимизация при этом более-менее, а не еще поболтаем позже. Сначала сцепился с птицей 10 левела. Ковыряли ее целой пачкой, долго и нудно, оно и неудивительно, левел у меня всего лишь первый. Но, тем не менее, убить ее возможно, так как боевка в игре экшеновая, и если моб промахнулся скиллом, вы увернулись, ну ясное дело дамаг не пройдет, так как он не попал. Затем на карте начался ивент неподалеку, на который я сразу же побежал. В игре кстати есть режим прицеливания, как и в оригинале, но работает он отвратительно, если честно. Это конечно не варфрейм, вот вообще. Поведение прицела, сенса, ну все просто мертвое, и целиться с этого режима не имеет почти никакого смысла, когда можно взять цель просто в таргет. Причем у крупных целей есть несколько таргет точек, чтобы дамаг шел в разные части тела, и таким образом мы заковыряли большого моба и выполнили ивент. Ну и попутно я еще настрелял нужное количество мобов для квеста. После этого нас отправляют в первый этакий данж, рассчитанный исключительно на обучение, где вы учитесь паркурить, то есть юзать двойные прыжки. Прыжки от стен, планирование, спринт, в общем акробатика и перемещение. Ну и в конце данжа нас заставляют заюзать специальный скилл, этакую ульту. У рейнджера, например, это фотон бласт, и это очень красивая хренатень, ну вы только посмотрите как красочно. Ну и в принципе все. Это было быстро, хоть я и тупил, и путался в кнопках маленько, потому что стандартное управление не очень-то удобное, и надо было бы его немножко поправить. Дальше на двойное нажатие сосед, ну еще там пару кнопок поменял. После чего нас познакомили с системой телепортов, и что круто, телепорты вообще без каких-либо требований, кулдаунов, то есть свободная система фаст тревелов. Главное открыть нужный маяк. Как только с этим освоимся, пойдем изучать вендоров. Они ничем почти не отличаются от вендоров из оригинальной Фэнтези Старл Лайн 2, то есть это несколько киосков примерно штук 6, где каждый отвечает за что-то свое. Один торгует шмотом, другой расходниками, третий это класс менеджмент и вот это вот все прочее. Все это расположено на одной площади, на этаком пятачке, максимально при этом компактно. И снова нас отправляют на фарм. Вначале я непонятно зачем поковырял мобов где-то в сторонке, да побежал на нужный спот. Попутно, кроме фарма мобов ясное дело, вы еще собираете всякое разное, будь то руда или цветочки, да ящички ломаете ради итемов. Но главное, мобы. Добежали бы до новой локи, и тут мобы были уже 3 левела. Ну я давай их ковырять. Были какие-то откровенно жирные мобы аля обезьяны, остальные убивались довольно быстро. И забавно, что хп у мобов вы не видите. Такой параметр кхп противников может отслеживать только класс Охотник. Ушел в другое место, доковырял там. Еще сцепился с каким-то пузатым крокодилом, которого надо в спину дамажить. Да и хуй с ним. В общем поковырял я мобов, выполнил квест, потом еще парочку и решил посмотреть другой класс. Создал космо эльфа файтера и немножко побегал за него. По мувсету, конечно интересно. И вообще по скиллам. Эдакий кулачник, очень динамичный и геймплей за него, как будто в дэвил мэйкрае играешь. Ну, ощущается как эдакий слэшер, серьезно. Ну, конечно, гораздо примитивнее по механике, никто и не спорит. Но вот эти его избиения, врагов в воздухе, скиллы, ощущается очень клево. Единственное, что мне вообще не понравилось, это позиция камеры. Ее никак нельзя сменить. Это очень плохо и я не смог играть из-за него, сугубо из-за камеры. Надеюсь, к релизу этот момент поправят. Класс реально забавный. Побегал я за него где-то часик, да и пошел еще класс смотреть. Уж очень меня заинтересовал Форс. Это ж это типа мага, который обладает скиллами на разный тип урона. Огонь, молния, лед. Не успел создать, как по локации началась тревога. Это начался этакий мета-ивент, где количество игроков должно быть максимально крупным. Но ивент только для определенных уровней и определенного гирскора, к сожалению. И если твой порог ниже, дело тебе там нефиг. Это довольно странное решение, потому что можно просто количество награды урезать, но не оставлять человека вообще без нее. Лучше ведь наоборот, создать массовость. Но несмотря на то, что награды мне не предвиделось, я все равно решил побегать и поснимать, что там происходит. В принципе, ничего особенного. Появляются несколько мощных мобов по очереди, вы их просто дамажите, и вокруг при этом куча игроков. ФПС, кстати, был отличный, вот серьезно. Пинг тоже. Ни пролага, ни фриза, все гладенько, четенько. Что до форса, класс мне очень понравился. Эффекты скиллов годные, особенно ульта, этакий красивый луч энергии. После этого ивента пошел я качаться далее. Ну и вначале я попытался продолжить сюжетку, ибо форс у меня был на этом же персонаже, что и рейнджер, в игре свободная смена класса у Непися. Но левел и пуха были не очень, надо было прокачать. Прокачка же здесь по сути самый обычный гринд. Стоишь, ковыряешь мобов на поляне потихоньку. Как только триггерится какой-то ивент, идешь и делаешь его. Конечно, удобнее всем этим заниматься в пати, да и веселее. Правда, я не совсем допер зачем нужны данжи. Я вот взбегал один, где надо было за определенное время завалить босса. Можно данж пройти как в соло, так и в пати. Ну и я не особо уложился в тайм, потому что левел был низкий. Там надо на пятом левеле снорпухой приходить, тогда унесешь. Конечно, еще и сам босс брыкается. Ему надо было снести щит на спине, уже потом продамажить, ну и не отхватить от него пиздов, понятное дело. В общем, инсты, так полагаю, нужны сугубо для фарма лута. После данжа я вернулся на споты и в итоге за какое-то там небольшое время апнул четвертый левел, чтобы купить новую пуху, что я конечно и сделал, и продолжить сюжетку. По сюжету надо было прийти в зону, ковырять мобов, чтобы апнуть так называемый ПСЕ бурст, который триггерит босса на локации. И этого босса по квесту мне и надо было убить. У него две фазы, сначала он этакая полу ящерица, полу хз, во второй фазе он больше обезьяну напоминает, ну да ладно. Ну и после убийства я апнул уже шестой левел. По туториалу нас отправили к классовому тренеру, у него надо раскидывать скиллпоинты и делать билд, тут в принципе ничего особенного. Древо дико урезано, в оригинале там куча всяких атрибутов для прокачки. Ясное дело, что все это будет добавляться и расширяться уже ближе к релизу. Ну и в общем и целом поговорим об игре на фоне рандом фарма. Технически она сделана годно. Графон, конечно, после какого-нибудь БДО не впечатляет, понятное дело, но это далеко не Unreal 3 в глаз попал, как в каком-нибудь Элеоне. Это Unreal 4 в глаз попал. Визуально выглядит игра здорово. Сайфайно, анимешно, я бы сказал, как и должна выглядеть фэнтези стар, собственно. И возможно вы задаетесь вопросом, а в чем суть игры? Это японская гринделка по большей части, но очень схожая по концепции с варфреймом, наверное. Это своего рода экшен-мморпг, завязанная на фарме и боссфайтах. В оригинальной ПСО 2 были офигенные боссфайты, и в Нью Дженезис будут не хуже. И ради этого, собственно, играют. И у меня получился не лучший обзор на оригинальную фэнтези стар онлайн 2, так как меня игра победила, и я не смог до капа докачаться, ну просто не осилил. Но как только выйдет это, я объясню всю эту кухню немножко подробнее, затрагивая, ясное дело, эндгейм контент. Ну а так, это в перспективе довольно достойный ремейк японской классики, который соберет еще больше преданной аудитории. Сейчас игра еще явно сыровата, они собирались выпустить игру летом, причем в июне. Скорее всего перенесут, ну либо будут все полировать в кратчайшие сроки. Будем поглядеть. Игра, в общем, хорошая. А если ролик был для тебя хороший и интересный, не забывай тыкать лайк, подписываться на канал, и по возможности поддерживать канал на бусте или оформлять цапку на твиче. Да и вообще на твич заглядывай, у нас там ламповое и весело. Гоняем в ммохи старые и новые, но в основном варкрафт. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.